Привет-привет, с вами канал HiEnglish. Сегодня делаем быстрый, шестой, быстрый тест уровня Pre-Intermediate, книга English File. Кто не подписался, пожалуйста, сейчас подпишитесь. Важна очень ваша подписка, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Погнали. Первое. Екатерина isn't for dinner, isn't to stay, isn't going to stay, will stay. So, we are talking about plans and intentions. Здесь мы говорим о планах, планах человека. То есть Екатерина не планирует, isn't going to stay for dinner, да, поэтому правильный вариант будет isn't going to stay. Еще, когда мы говорим о планах, мы можем использовать present continuous, можно сказать Екатерина isn't staying for dinner, вот will stay нельзя сказать, is staying for dinner можно сказать, is going to stay, or isn't going to stay for dinner. Тоже можно сказать. Number one. I never study. I am never studying. I study never in the evening. I am too tired. Помните, too я вам рассказывал уже, что это чересчок. Слишком. I am too tired. Я слишком уставший. Я какой? Слишком уставший. I am too tired. Если I am too tired, то по вечерам. Я никогда не учусь по вечерам. Я слишком уставший. Смотрите, здесь есть такое правило. Это местоположение наречия. So, never, always, sometimes, usually, often. Они идут перед основным глаголом. Основный глагол у нас study. Видите, везде study. Вот здесь never идет перед глаголом study. И здесь never идет перед глаголом study. Но здесь разные, получается, времена. Здесь I never study. Это вообще. В принципе, я никогда не учусь по вечерам. И здесь I am never studying. I am studying – это сейчас. Это present continuous. Present continuous – это когда у вас глагол добавляется ing, а перед глаголом ставится am is are. Или was were, если past continuous у вас. Поэтому, смотрите, здесь человек говорит в общем не сейчас, что я сейчас ничего не делаю, я сейчас не учусь, потому что я сейчас уставший. Нет, он говорит, что не сейчас он устал, что он никогда не делает этого. Поэтому I never study. I never study. I never study. I never study in the evening. I am too tired. Вообще, в принципе, это его как привычка не учиться по вечерам, потому что по вечерам он слишком уставший. I never study in the evening. Здесь не будет present continuous. Number two. I'll do, I'll doing, I'll to do my homework before dinner, I promise. Смотрите, здесь обещание. Обещанка, цицянка. When we have a promise, we like using will. So here we have will, I'll. And after will, I'll means will. Вот эти две буквы, это сокращается will. Will – это будущее время. Вы можете использовать будущее время, когда вы говорите, обещаете кому-то что-либо. I'll do my homework. Я сделаю мою домашку. I'll be back. Я вернусь. I'll help you. Я помогу тебе. То есть с обещаниями. Вот палевная подсказка у нас слово promise. I promise. Я обещаю. Здесь, видите, I'll do. Мы выбираем правильный ответ I'll do. Почему I'll do? Потому что после will используется глагол без каких-либо окончаний. I'll help. I'll come. I'll be back. I'll do it. Number three. Do you think they will come in? Do you think they come? Or do you think they'll come? So do you think… Как ты считаешь? Здесь мы спрашиваем человека о прогнозе. Как ты считаешь? Они придут на вечеринку? То есть если человек делает прогноз не смотря на какие-либо улики, то есть как бы пальцем в небо он точно не знает, что что-то произойдет, потому что нет никаких улик. И сам вопрос строится как раз на том, что как ты считаешь? Они придут на вечеринку или не придут? Используются will. Do you think… И здесь. На что нужно обратить внимание? Внимание нужно обратить… Вот смотрите. Do you think – это уже вопрос. У вас первая часть предложения начинается с вопроса. Do you think… Поэтому вторая часть предложения вот здесь. Это вторая. Do you think will they come? Нельзя так спросить. Ведь у нас нет такого даже опции такой. Do you think will they come? Сразу же после… Do you think… Вот… Do you think… Когда у вас уже есть субъект you, ты и глагол think – думать. Дальше используется прямый порядок слов. Do you think… Они… They… И вспомогательный глагол will come. Do you think they will come? И это у нас вариант C. Do you think they'll come to the party? Number 4. It's very warm in here. Здесь очень тепло. It's very warm in here. Видите, здесь сказано с in. It's very warm in here. So, it's very warm in here. Yes. I'll open the window. I'm opening the window. I open the window. Точно нельзя сказать I open the window. Это не подходит сюда, потому что это present simple. И I open the window можно сказать, если вы делаете это регулярно. С какой-то регулярностью. Весь present simple – он о регулярности. I go to school every day. I open the window every day. И так далее. Здесь нет. Здесь у нас конкретная ситуация. Здесь жарко. И человек B, он говорит. Ну, жарко-то жарко. Я сейчас… Извините. Warm – это тепло. Здесь тепло. И поэтому я открою окно. It's warm in here. So, I make a decision. I make on the spot decision. And I'll open the window. So, I'm opening the window. You can't say it's… Actually, you can't say like this. Можно так сказать, но правильнее грамматически будет. I'll open the window. Я открою окно. I'll open the window. I'll open the window. То есть, когда вы делаете… Принимаете быстрое решение. Кто-то стучит в дверь. Вы говорите… I'll open the door. I'll open… Someone is knocking on the door. I'll open it. Someone is ringing on the phone. Кто-то звонит по телефону. Вы говорите… I'll answer the phone. Я отвечу на телефон. Вот. Yes. I'll open the window. Я тогда открою окно. Быстрое решение. Они нуждаются в will. Когда быстрое решение. Quick decision. On the spot decision. We use will. В ресторанах, когда вы заказываете себе что-то поесть, вы говорите… I'll have some soup. Okay? Number five. Пятое. Cheer up. Выше нос. I'm sure. Я уверен. You don't fail your exams. Won't fail your exams. Want to fail. So, fail – это провалиться. То есть, cheer up. Выше нос. I'm sure. I'm sure. Вот когда у вас эти слова. I'm sure. I think. I believe. После этих слов обычно используется will. Потому что человек говорит о своем прогнозе. То есть, человек прогнозирует. Даже если он говорит I'm sure, я уверен. Все равно используйте will. I'm sure you fail – это провалиться. Ты не провалиться. Ты не завалишь свои экзамены. I'm sure you won't fail. You won't fail your exams. You won't fail. Won't. Won't. Читается не won't, а won't. You won't fail – это сокращенно will not. Will not fail. Когда will not fail сокращаем, у нас получается won't. То есть, у нас полная форма будет will not. А сокращенное будет won't. Дальше, шестое. Here we have a question. У нас вопрос. Обращайте внимание, это отрицание, вопрос или утвердительное предложение. Will, won't, shall I phone the restaurant and book a table? Will I phone the restaurant and book a table? I don't know. Позвоню ли я в ресторан? Я не знаю, позвонишь ли ты в ресторан и забронируешь столик или нет. Won't. Не позвоню ли я? Нет. Это A и B варианты не подходят. Потому что, смотрите, сохранилось в английском языке употребление shall именно в этом контексте, когда вы предлагаете свою помощь. Может мне позвонить в ресторан и забронировать столик? Shall I phone the restaurant and book a table? Вот здесь это чудесно, просто великолепно подходит. Shall I help you? Может мне тебе помочь? Shall I help you? Shall I carry the bags for you? Может я помогу нести сумки тебе? Shall I carry the bags for you? Shall I phone the restaurant and book a table? Когда вы свою помощь предлагаете, используйте shall. Это будет как бы вопрос, но это такое предложение о помощи. Okay. Number seven. Jorge fell over at salsa class. Fall over. Fall, fell, fallen. Это падать означает. Jorge упал на уроке сальсы. Salsa class. Урок сальсы. Jorge fell over at salsa class when he danced, when he was dancing, when he am dancing. See точно не подходит, потому что I am dancing – это я сейчас танцую. Действие происходит прямо сейчас, но Jorge упал на уроке сальсы, когда он танцевал. Танцевал – это, видите, продолжительное действие. Это не действие, которое вообще произошло, хоп, произошло. Нет. Он танцевал, танцевал, танцевал и упал. То есть протекало продолжительное действие. Он танцевал длинное, видите. Он танцевал и па-бам, здесь он упал. То есть вот длинные действия в английском языке, они будут с окончанием ing и это будет всегда… То есть это будет present continuous или past continuous в зависимости от того, какое время у нас в предложении. Здесь у нас fell over – палевная подсказка, потому что здесь прошедшее время – fell over. Поэтому мы используем past. Past continuous – was dancing. Jorge fell over at salsa class when he was dancing. Обычно после when, ну, как обычно, иногда после when не используется past continuous – продолжительное время. Любят использовать продолжительное время после слова while – в то время как. То есть, например, вы можете сказать, когда я ехала за рулем, кто-то мне позвонил. So, while I was driving, someone called me. So, I was driving – прошедшее время продолжительное. И кто-то, пам, позвонил. So, while I was driving, someone called me. Driving. Drive оканчивается на и. Когда вы добавляете ing, то и пропадает, исчезает. Итак, у нас будет was dancing. Number eight. What – и здесь вопрос, видите? So, what you will do for your next summer holiday? Или what are you going to do for your next summer holiday? What do you do? What do you do – что ты делаешь? Это в принципе. В принципе, значит, это present simple. Present simple здесь. Нам с present simple не подходит. Почему? Потому что здесь конкретно спрашивается, что ты будешь делать на следующие летние каникулы. Next summer holiday или в следующий летний отпуск. То есть, какие у тебя планы? Когда мы говорим о планах, мы используем структуру going to. So, going to – это всегда планы. Going to – я собираюсь что-то делать. I am going to – как вы можете сказать. Я собираюсь позвонить Тому. I am going to call Tom. I am going to go to Egypt, for example. I am going to – собираться что-то сделать. So, what are you going to do for your next summer holiday? So, what are you going to do? Number nine – they haven't studied enough. Они недостаточно… Enough – это недостаточно, да? Они недостаточно учились. So, they pass the exam. They won't pass the exam. Они не сдадут экзамен. They will pass the exam. Они сдадут экзамен. They am to pass the exam. Am to – здесь точно не подходит вообще. Не пришли кобыле хвост. А здесь won't или will. Так как они недостаточно количество времени учились. They haven't studied enough. They haven't studied enough. Это present perfect здесь, но это не так важно. Важно то, что у них есть шанс не сдать экзамен. Потому что они недостаточно учились. Поэтому they won't pass the exam. Won't – это will not. They won't pass the exam. Okay, number ten. I won't think she'll like this film. То есть, think – думать. Я не думаю, что ей понравится этот фильм. She prefers – предпочитать – romantic stories. Я не думаю, что ей понравится этот фильм. Смотрите, в английском языке часто говорят… Даже нельзя сказать, что ей не понравится фильм. She won't like this film. Когда они любят говорить… Я не думаю, что ей понравится этот фильм. То есть, они отрицание будут делать… Вот смотрите, здесь они делают отрицание в начале. Здесь они не могут сделать отрицание. Нельзя сказать… I think she won't like this film. Я думаю, ей не понравится этот фильм. I think she won't like this film. Здесь вопрос не об этом. Просто говорю вам, чтобы вы обратили на это внимание, что здесь, во второй части предложения, если у вас есть «я думаю» или «я не думаю», то отрицание здесь не строится. Отрицание строится именно в первой части предложения. Они скажут… Я думаю, тебе не понравится этот фильм. Я думаю, ей не понравится этот фильм. То есть, у них будет… Я не думаю, что ей понравится этот фильм. Я не думаю, что ей понравится этот фильм. I don't think she'll like this film. I don't think she'll like this film. Так прекрасно звучит на английском языке. Если вы скажете… I think she won't like this film. Это не будет корректно. Это не совсем будет корректно. То есть, старайтесь говорить… I don't think… То есть, я не… Завтра… Мне кажется, завтра не будет дождя. I don't think it will rain tomorrow. Именно так нужно сказать. I don't think it will rain tomorrow. Я не думаю, что завтра будет дождь. I don't think it will rain tomorrow. Нельзя сказать… I think it won't rain tomorrow. Понимаете, о чем я? То есть, отрицание стройки вот здесь, в начале предложения. Дальше движемся. Это одиннадцатое предложение. What were you doing? Did you doing? Are you doing? Смотрите, когда… Что ты делаешь? What are you doing? Это сейчас. What are you doing? Если мы ставим сюда are, к примеру, то это present continuous. И этот вопрос звучит… What are you doing now? Что ты сейчас делаешь? Это present continuous. Настоящее продолжительное время. What are you doing now? Что ты сейчас делаешь? Но у нас здесь… Какое время? Смотрим. When I called… Когда я звонил… Прошлым вечером. Night – это не только ночь, но и вечер. То есть, когда я звонил, что ты делал? Правильно? What were you doing? Будет. Что ты делал? What were you doing? То есть, когда я позвонил, чем ты был занят в тот момент? Какое продолжительное действие ты исполнял? What were you doing when I called last night? То есть, здесь мы имеем past continuous. И я позвонил в этот момент. Позвонил – это короткое действие. Short action. А ты что-то делал? Чем-то был занят? Там телик смотрел, например, читал новости, читал газеты, читал книги, играл в GTA. Да? То это будет doing. I was playing GTA when my friend called me. Можно так сказать. Я играл в GTA, когда мой друг позвонил мне. Дальше. He's very lazy. Он очень ленив. He's very lazy. He doesn't do. He isn't do. He hasn't done any homework this weekend. То есть, если он очень ленив, мы можем сказать, в принципе, можем сказать He doesn't do any homework this weekend. He doesn't do any homework. Вот, в принципе, он очень ленив, и он не делает вообще никакой домашки. В принципе, вообще не делает. Здесь можно обратить внимание на this weekend. То есть, если у вас this weekend, значит, у вас не будет doesn't do. Потому что doesn't do – это не делает, в принципе, никакой домашки. Но у вас же есть на этом, на этих выходных, понимаете, на этих выходных. Всегда, когда у вас есть, например, сегодня, на этих выходных, вот, используется, используется, например, present continuous. Но здесь будет именно на этих выходных он не сделал никакой домашки, не сделал. Поэтому будет hasn't done. Мы как бы говорим о результате. Точнее, об отсутствии какого-либо результата. He hasn't done any homework this weekend. Number 13. Do we going by train or by bus? Will we going? Are we going? Окей. Do we going – нельзя использовать, потому что у нас структура be going to. Нужно запомнить саму форму. Be going to – это собираться, что-то сделать. Be going to. Эта структура используется. Be going to do something, да? To, to. Do, там, something. Be going to. Эта структура используется, когда вы говорите о своих намерениях, да? О своих планах. Так как вопрос, мы ставим be в начале. И будет у нас are we going by train or by bus? Are we going? Are you going? Are they going? Are we going by train or by bus? Обратите внимание на предлог. You need to pay attention to the preposition. To go by train, to go by bus, to go by plane, but to go on foot. Yeah? To go on foot, but by train, by bus, by car, by plane. Number 14. Will we help you with the washing up? Здесь, видите, вопрос, но вопрос с подвохом. Это не совсем вопрос. Это, смотрите, мы поможем тебе или вам с мытьем посуды? То есть это предложение о помощи. Помните, я говорил, что когда вы предлагаете свою помощь, вы используете shall. Shall we help you with the washing up? Может, мы поможем тебе с мытьем посуды? Number 15. My cat, my котик, does like milk. Does, если вы тупо говорите does, does используется в каких предложениях? В вопросах и в отрицаниях. Doesn't like, можно сказать. Or does your cat like milk? Вопрос. Но если утвердительное у вас есть does, то это для интенсификации. То есть, та любит мой котик молоко. My cat does like milk. Но здесь смотрим дальше, что нам покажет второе предложение. Второе предложение всегда читайте. Пожалуйста, не старайтесь угадать, что здесь будет. Если у вас есть второе предложение, почему бы его не прочитать? Давайте его прочитаем. It only drinks water. Он, мой котик, он только пьет молоко. Или она. It only drinks water. Воду. Извините, не молоко. So, my cat doesn't like milk, конечно же, подходит. Потому что здесь отрицание. My cat doesn't like milk. Он только пьет воду. Конечно же, вот так будет. Почему doesn't, а не didn't? Потому что я... Смотрите, я могу сказать, в принципе, my cat didn't like milk. Didn't — это прошедшее время. Past simple. Простое прошедшее время. Мой кот не любил молоко. Но, опять же таки, мы смотрим на второе предложение. Второе предложение имеет s. It only drinks. То есть, когда у нас лопчик девушек и пэс, добавляем букву s. He, she eat. Мы добавляем s. He drinks. She drinks. It drinks. This is present simple. Present simple. Поэтому здесь тоже будет present simple. My cat doesn't like milk. It only drinks water. Number sixteen. Okay. It's going to be complicated. Это будет сложно. В Австралии. To Australia. To — это... To очень любит глагол быть. Be to. То есть, и... Мне это просто почему? Потому что здесь, смотрите, в Австралии. Да, в 2012 году. Наверное, спрашивается, ты был в Австралии? Да, в 2012 году. Можно спросить, went you ever? Нет. Потому что ever — оно после себя. Когда есть ever, мы используем present perfect. То есть, не после себя, а have you ever? Have you ever been? This is present perfect. Ты когда-либо был в Австралии? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever gone? Have you ever done? Ты когда-либо был в Австралии? Have you ever been to Australia? Have you ever been to Australia? Present perfect — мы говорим о опыте жизненном. То есть, есть у тебя опыт пребывания в Австралии? В принципе. Да или нет? Yes or no? Да или нет? Да или нет? Был или не был? Когда мы начинаем дальше уточнять, мы можем использовать past simple. Но здесь, когда мы говорим был или не был, используем perfect. Have you ever been to Australia? Have you ever been to New York? I've never been to Australia. I've never been to New York. Я никогда не был в Австралии. Я никогда не был в Нью-Йорке. Number 17. What time? What time — это вместе идет, в котором часу. What time? И здесь нужно понять, это настоящее, прошедшее время или будущее. What time did you do or where you get up this morning? Смотрите, помните, у нас было this weekend на этих выходных, и мы использовали hasn't done, потому что на этих выходных, это как бы сейчас, сейчас эти выходные. Я говорю, что он, he is very lazy, он очень ленив, потому что он не сделал никакой домашки на этих выходных, и эти выходные еще идут. То есть это сейчас, актуально сейчас, на этих выходных. Здесь смотрим. This morning. В котором часу ты встал сегодня утром? This morning. Здесь нужно подумать. Если я, например, что я могу использовать? Что я точно не могу использовать — это where. Потому что where you get — так это не работает. Where you — если where ставить, это может быть пассив, но я спрашиваю, в котором часу ты проснулся, ты встал сегодня утром? Если do — это обычно встаешь по утрам, но я имею в виду конкретное утро, и так как у нас есть вариант did, это будет past simple, и это будет значит, что как бы утро уже закончилось. Я разговор веду вечером, например, и спрашиваю, а сегодня утром ты во сколько встал? What time did you get up this morning? What time did you get up this morning? Даже, даже, смотрите, даже если разговор ведется утром, мы не знаем, когда ведется разговор, когда задается этот вопрос. Почему? Потому что, когда мы детали уточняем, детали мы не используем present perfect, мы используем past simple, то есть в котором часу ты проснулся — это уже деталь. Вот. Например, ты сделал домашку? Если я просто вот сейчас спрошу, Петя, ты сделал домашку? И Петя говорит, да, сделал. Я спрашиваю, have you done your homework? Have you done your homework? Yes, I have. Have you done your homework? Я имею в виду, есть результат или нет результата? Сделал или не сделал? Но, когда я Петю начинаю уточнять у Пети, в котором часу ты сделал домашку, я скажу, what time did you get, what time did you do your homework? Это уточнение, это деталь, поэтому с деталями мы используем past simple. Number 18. These books. Обратите внимание, это множественное число, потому что книги с S это множественное число. These books are really heavy. Эти книги реально тяжелые. И I am helping you, carry them if you like. I am going to help you. I'll help you. Это будет предложение о помощи, поэтому здесь используется I'll help you. I'll help you. Вот этот правильный ответ. I'll help you. I'll help you, carry them if you like. Я помогу тебе их нести. I'll help you, carry them if you like. Когда мы предлагаем помощь, но это не вопрос. Мы можем предложить помощь, используя глагол shall, помните, я вам рассказывал. Может мне помочь тебе? Shall I help you, carry the books? Shall I help you, carry the books? Или же мы мгновение делаем решение, принимаем решение помочь, нести книги. I'll help you, carry them if you like. То есть это как бы не совсем решение, но все же мы для себя решили, что я помогу, если что. I'll help you, carry them, если хочешь, if you like. Number 19. I don't know the answer to your question. I'm not knowing, I haven't known. В чем здесь подвох? Подвох в слое no. No это знать, это статический глагол. Глагол, который не передает никакого действия. То есть я либо знаю, либо не знаю. Здесь я не знаю. I don't know the answer to your question. Поэтому будет I don't know. I don't know the answer to your question. Я не знаю ответа на твой вопрос. Нельзя использовать статическими глаголами, которые означают какое-то состояние души. Ты понимаешь, либо не понимаешь, любишь или не любишь. Знаешь, либо не знаешь. То есть есть специальный список статических глаголов. Их можно выучить, можно логически понять, что есть глаголы, которые в принципе не производят никакого действия. Если я скажу, у меня есть машина, I have a car, это не значит, что я что-то делаю с машиной. У меня она просто есть. Есть или нет? Есть машина. I have a car. Но активный глагол, это когда вы осуществляете какое-то действие. Например, я ремонтирую машину сейчас. I am fixing the car right now. Or at the moment. I am fixing my car at the moment. So I am fixing my car, это здесь будет present continuous. ING мы добавляем, потому что процесс происходит. Fix, ремонтировать, это активный глагол, не статический глагол. Здесь no, это статический глагол. I don't know the answer to your question. Я не знаю ответа на твой вопрос, поэтому don't know. 20. Do you think it'll rain this afternoon? Как вы считаете, будет дождь сегодня после обеда? И мы делаем как бы предсказание probably don't, probably not, probably won't. Когда вы говорите без субъектов, то есть probably don't, probably won't, нельзя так сказать. Probably not. Правильный ответ будет. Probably not. Скорее всего, нет. Probably don't. Not. Probably not. You don't. Would you like to go there? Probably not. Скорее всего, нет. Probably not. То есть probably not. Probably это означает, что вы уверены где-то на 80%. Скорее всего, нет. Probably not. Итак, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, поддержите меня лайком. И все. И будем дальше разбирать вот такие тесты. Пишите, какие тесты вы хотели бы, чтобы я разобрал. Я их разберу с радостью. Итак. Pass an exam. То есть opposite нужно сделать. Тик. Тикнуть. Вот. Поставить галочку. Tick the opposite of the verb a, b, or c. So fail, pass. Fail, pass. So pass an exam. Learn. А opposite. Антонин к этому слову это fail. Проварить. Teach. Тай. Преподавать. Тайский. Кто-то преподает. Teaches. А кто-то learns. Учит. Learn. Учить. Дальше. Buy a house. Buy a house. Купить дом. Buy. Покупать. А продавать будет не leave, не sell. Sell. Да. Sell будет продавать. Get. Получать. Доставать. Меняться. Становиться. Get. Вообще очень сложный глагол get. Потому что тысячи значений имеет. Ну не тысячи, но сто где-то имеет. Forget. Забывать. Forget to pay. Заплатить. Forget to pay. Learn. Учить. Fail. Провариться. Remember. Вспомнить. Get an email. Получить. Вот. Get. Наш любимый глагол. Get. Получать. Так. Мы можем. Антоним. Какой поставить. Get an email. Это send an email. Отправить email. Да. Потому что receive это синоним к слову получать. Что get. Что receive. В этом контексте одно и то же. Turn off. Это выключить. Turn on. Включить. Turn off. Выключить. Итак. Number 5. Leave at 6. То есть например мы можем. Leave. Это уходить в 6. Да. Уходить в 6. Или уезжать в 6. Miss. Это не успеть. Пропустить. Miss the train. Miss the bus. Miss the match. Arrive. Приезжать. Catch. Сесть на автобус. Например. Catch the bus. То есть здесь будет конечно же arrive. Потому что leave. Уезжать. Arrive. Приезжать. Borrow money. Borrow. Это когда. Смотрите. Как запомнить. Borrow. Это когда. Вы берете. Берете. На B. Начинается слово. Берете деньги у кого-либо. А land. Land. Это когда вы. На D заканчивается. Вы кому-то даете. D, D, D. Давать. Land. Вы даете деньги кому-либо. Borrow. Вы берете в кого-либо. Borrow. Это когда вы у кого-то берете. И land. Когда кому-либо даете. Land. So. To borrow. To give. No. Бегает. Одалживать. Эти слова означают. Одалживать. А give это тупо давать. Мы хотим сказать. Одолжить. С опцией возвращения. Что вам отдадут эти деньги. Lose. Это проигрывать или терять. Pull the door. Тянуть двери. Pull the door. Как пишется часто. Знаки. Pull the door. Это от себя. Точнее. Нет. Нет. На себя. Потому что pull означает. Тяни. Тяни на себя. Pull. А push. От себя. Push. Толкать. Catch the bus. Сесть на автобус. Lose. Это потерять. Прогреть. Мисс. Не успеть на автобус. Leave. Уезжать. Покидать. Оставлять. Leave. Left. Left. Неправильный глагол. Пожалуйста, его запомните. Очень важно это запомнить. Number 9. Win a match. Выиграть матч. Lose a match. Это лузер. Проиграть. Fail. Провалиться на экзамене. И pass. Это передать. Передать. Pass. Find your glasses. Find. Это находить. Fail. Это провалиться. Не успеть. И lose. Потерять. То есть find. Если у нас find найти, то антоним будет слово lose. Потерять. Дальше. Tick A, B, or C. To complete the sentences. I can't come out. Я не могу выйти. Because I'm going away for a few days. Потому что я уезжаю на пару дней. Окей. Let's go out when you. Хорошо. Давай тогда сходим погуляем. Когда ты вернешься. When you come back. Come back. Возвращаться. Let's go out when you come back. Eleven. Смотрим. I'm really cold. Мне реально холодно. Мне очень холодно. Постарайтесь не использовать very слово. Здесь именно. Нужно сказать I'm really cold. Мне реально холодно. Мне очень. Really означает очень. То же самое, что very. Но very здесь не очень пляшет. I'm very cold. Нет. I'm really cold. Can I borrow a sweater? Можно у тебя одолжить свитер? Can I borrow a sweater? Of course. Just eat back. Next time I see you. Land. Нет. Take it back. Give it back. Give it back. Вернуть назад. Give something back. Give it back. Just give it back. Next time I see you. В следующий раз, когда я тебя увижу, пожалуйста, верни его. Sam's out at the moment. But I'll ask him. Sam's out at the moment. То есть сейчас Сэма нет. Но I'll ask him. Я попрошу его что? To answer. To call. To send you back later. То есть Сэма сейчас нет. Он out. Он вышел. И я попрошу его позвонить. Перезвони. Call you back. Call someone back. Перезвони. Call me back. Перезвони мне, пожалуйста. I'll call you back. Я перезвоню тебе. Number 13. This camera doesn't work. Этот фотоаппарат camera. Обычно это фотоаппарат означает. Этот фотоаппарат не работает. Doesn't work. Почему doesn't? Потому что he, she, it. Camera это it. Поэтому мы используем doesn't. Present simple. I'm it back to the shop. I'm taking it back. I'm bringing it back. I'm carrying it back. Здесь очень-очень все слова похожи. Но у них в английском языке take it back. Я верну его. Take something back. Казалось бы, bring it back. Bring it back. Да, доставлю его назад. Но лучше сказать take it back. Carry это просто физическое действие. Нести carry. 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 Do you carry the gun with you? Вы носите с собой пистолет. Bring это именно, ну, перенести. Could you bring it to me? Можешь мне это подать? Как бы подать. А вернуть назад, именно в значении вернуть. Take it back. Помните? Take a photo. Take a photo. Да? Тоже используется глагол take. Take a photo. Сделать фотографию. То есть сфотографировать кого-либо. Can you take it? Can you take a photo of me? Можете меня сфоткать. Тоже используется глагол take. Take it back. Вернуть в магазин. Take it back. Запомните. Старайтесь не использовать bring it back. Это не совсем корректно. Лучше использовать take it back. So, you bought something at the shop. Вы что-то купили в магазине. Вам нужно вернуть. You can say that I need to take this back to the shop. Number 14. I can lend you 20 pounds. Я могу одолжить тебе 20 фунтов. But please, ну, пожалуйста. Spend me back. Borrow me back. Pay me back. Вернуть деньги используется слово pay me back. Pay me back this weekend. Пожалуйста, верни мне их. Но они говорят заплати мне назад. Pay me back. Вот тоже такой нюанс. Пожалуйста, запомните заплатить назад. Pay me back. Pay me back this weekend. Number 15. Has Imani come, sent, paid those yellow trousers back yet? Okay. Maya says she'll have them. She'll have them. Has Imani those yellow trousers back yet? Yet. Это палевная подсказка того, что будет past, present perfect. То есть, настоящее перфектное время. Has Imani come, came, come. Paid здесь не подходит, потому что pay back это заплатить, вернуть деньги. Come those yellow trousers back, come back. Это когда он назад перешел. Но он здесь идеально подходит слово отправить. Отправить. Sent, sent. Отправил. Has Imani sent those yellow. Те желтые штаны назад уже. Он их уже назад отправил. Maya says she will have them. Maya говорит, что она будет их иметь. Здесь не совсем понятно, что имеется в виду. Has Imani sent those yellow trousers back? Так, он отправил те желтые штаны назад. Maya says, Maya говорит, she'll have them. Что? She'll have them. Вот здесь не совсем понятно, что имеется в виду. Ладно. Дальше. Шестнадцатое. Tick A, B, or C to complete the sentences. Ashley sings quite well, but not as well as you. As well as. Помните, в прошлом видео я вам рассказывал, что будет as, as так же хорошо как. Так как. As good as. As well as. As big as. Такой же большой как. As big as. Такой же высокий как. As tall as. So, Ashley sings quite well. Довольно-таки неплохо. But not as well as you. Но не так хорошо как ты. Не так как. What an amazing program. Какая чудесная программа. It was real. Нет, нельзя сказать real interesting. It was really interesting, можно сказать. Но real. Нет. Really. Как. Реально интересно. So, it was incredible. Incredible. Невероятный. Но здесь нельзя тоже так сказать, потому что нельзя сказать. Она была невероятно интересная. Невероятно интересная. Incredibly. Вот, когда мы ли добавляем, у нас получается ответ на вопрос как. It was incredibly interesting. Number seventeen. Alberto's bike is quite fast. A bit faster. Very fast. Здесь, смотрите, полемная подсказка. Смотрим сюда. Then Ulrich's bike. Я сравниваю скорость велосипеда Альберто и Ulrich. Так вот, здесь fast везде fast. Быстрый. То есть скорость я сравниваю. Но, альберто's bike is, есть, па-па-па, чем велосипед Ulrich. Quite fast. Если мы скажем quite fast, нам не нужно все это предложение. Я могу просто сказать, байк Альберто довольно быстрый. Но у нас уже есть вот это. Вторая часть предложения это. Поэтому, a bit faster, very fast. Альберто's bike is very fast. Если я скажу very fast, опять нам не нужна вторая часть предложения. Но так как у нас она есть, я могу сказать. Альберто's bike is a bit faster. Немножко быстрее. A bit. А значит немножко. A bit. Или a little bit faster, можно тоже сказать. Чем bike Ulrich. Number 18. This film is very exciting. Exciting. Вау. Восхитительный. I'm bold. Мне не скучно. То есть, вот. Палина подсказка во втором предложении. Всегда читайте второе предложение. This film is not very exciting. It's not quite exciting. It's not all exciting. This film is not all exciting. Ага. Да. Хитрое предложение. This film is not very exciting. I'm bold. This film is not quite exciting. I'm bold. Здесь как бы получается... This film is not quite exciting. Но я бы не сказал, что B вариант очень сильно плох. Он как бы подходит тоже. Но лучше как бы интуитивно вот это подходит. This film is not very exciting. Не очень восхитительный. This film is not quite exciting. This film is not quite exciting. Вот здесь, когда вы используете quite exciting, мне кажется, чего-то не хватает. Но, 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 но это как бы... Ну, очень, 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 очень непростое это задание, потому что, в принципе, not quite exciting не самый худший вариант. This film is not all exciting. Это вообще не звучит, а not very exciting — это правильный ответ будет. This film is not very exciting. Как бы не очень интересный. Number 19. That is a reality expensive painting. A really expensive, unreal expensive painting. Unreal. This is... Unreal... Вы можете сказать без артикля и без всего это. Это нереально. This is unreal. Это просто unreal. Это что-то unreal, да? Но здесь у вас есть артикль. Значит, вы имеете в виду... Артикль относится к painting. И нужно сказать... This is a really... Реально. Да какая картина? This is a really expensive painting. Please stand back. Please stand back. Отойдите, пожалуйста, не подходите. Stand back. Станьте назад, да? Stand back. Stand back. Отойдите. Number 20. I can't run incredibly. A bit fast. Very fast. But it's a good exercise. I can't run incredibly. Incredibly. Нужно после incredibly сказать что-то. I can't run incredibly fast. Но здесь incredibly слово одно. Оно так не используется. I can't run a bit fast. Нет. I can't run a bit faster. Например. A bit faster. Потому что я сравниваю. I can't run a bit faster. Вот так можно сказать. Но если вы говорите I can't run a bit fast, оно не работает. A bit faster. Немножко быстрее. A bit faster. A bit slower. Something like this. Also, after a bit you use, like, the comparative, сравнительную степень. I can't run very fast. Я не могу бежать быстро. Very fast. Very fast. Вот здесь просто и нормально. I can't run very fast. But it's a good exercise. Дальше. Смотрим. Pronunciation у нас. Fear. Здесь нужно which выбрать какое слово имеет different sound. Звук, который отличается. Fear. Ear. Fear. Ear. Clear. Ear. Jeans. Здесь будет jeans. Потому что jeans отличаются. Jeans. Дальше. Wear. Wear. Ake. Steak. Ake. Wear. Здесь wear. 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 Teacher. Sweater. Speak. Teacher. Sweater. Speak. Teacher. Swe-e. 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 Weather. Near. Ready. Wear. 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 Ready. Near. Здесь звук отличается. Пятая. Great. Mean. Здесь эй. Great. Mean. Meet. Здесь эй. Gray. Здесь эй. Mean. Meet. Эй читается как длинный звук и там и там, а здесь как эй. Great. Поэтому будет эй. И ударение. Which verb has the same stressed syllable? который глагол имеет тот же слог под ударением. Agree. Agree. Decide. Promise. Marry. Promise. Первый слог под ударением. Marry. Первый. А вот decide в такой и agree в такой. То есть здесь и здесь второй слог под ударением. Поэтому decide. Complain. Not plane. Ударение. Complain. Depend. Вот это наверное. Happen. Первый слог под ударением. Happen. Offer. Depend. Depend. This is repair. 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 Здесь как. Prefix. So we use. So usually prefixes are not stressed. So we need to put stress on pair. Repair. Repair. Второй слог под ударением. Order. Первый здесь. Prevent. Не prevent, а prevent. Поэтому будет prevent, я думаю. Answer. Здесь первый слог под ударением. Borrow. Первый слог. Значит ищем слово, которое имеет ударение на первый слог. So. Invite. Borrow. Invite. Здесь второй. Prefer. В второй. Practice. Practice. Вот он. Вот он. Дальше. Tidy. Первый слог. Repair. Репair. Второй здесь. Не подходит. Tidy. Первый. Forget. 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 Нет. Forget. Второй. Offer. Конечно, offer. Потому что здесь первый слог под ударением. И tidy. Первый слог под ударением. Promise. Первый слог под ударением. Happen. Не happen, а happen. Поэтому happen. Первый слог под ударением. Arrive. Arrive. Это второй слог под ударением. И receive. 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 Второй слог под ударением. Поэтому у нас будет happen. Правильный ответ. Alright. Good. So. Итак, на сегодня все. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет больше новых видео тогда. И пишите, что вам еще разобрать. Какой тест разобрать. Спасибо за просмотр. И пока-пока.